всем привет 20 сентября продолжаем тему красными джеркбейтами яркими ручной работы от мастера александра украина город запорожье координаты автора в описании под видео сегодня опять вырвался на дренажные каналы они умирают конечно прямо на глазах зарастают никто ничего не чистит не делает жаль конечно здесь такие были классные места и щуки было много вот и рыбы в основном белой было много ну короче умирает продолжаем тему ярких приманок кому интересно обзоры на приманки смотрите на моем втором канале вот а я начну рыбалку сегодня у нас утра был дождик сейчас небо вроде бы раз покажу где нас небо он она небо вроде как меняется открывается должно выйти местами солнышко но с утра был дождик поэтому солнце набирает активность щука начинает лучше реагировать на влагу которая идет с неба на дождь я рассказывал щука и важность кому интересно также смотрите мой ролик а я начну рыбалку раньше по этому каналу вот это вот все что вот видно сколько глазом было видно берег был чистый просто обрывистый можно было свободно ходить сейчас конечно во первых не везде подойдешь во вторых в воде все картина меняется в милеет зарастает и заброс забросы конечно здесь уже особо негде сделать так небольшими забросами сейчас пройдем будет красиво играет ух далеко видно так еще раз повторюсь под камыша джербейт медленно тонущий глубина водоема около метра местами даже меньше буквально здесь два три заброса все больше не сделаешь вот как-нибудь лишь бы хоть как-то бросить жаль надо как-то с ножовочкой прийти ветку эту обрезать тут в принципе если ветку это убрать тут бросать можно забросов 57 сделать но это как-нибудь дойдут руки у меня я периодически так обрезаю стараюсь чистить двигаемся дальше здесь зарастает вообще уже все печально буквально два года назад здесь можно было спокойно кидать теперь уже так особо смотрю и не кинешь цепляйся с камышка хоп просто об водичку красиво лёх молодец давай 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 у хорошая щука вышла у хорошая щука вышла блин и не взяла я ее в поляриках видел не знаю на двушку где-то точно вышла на вот столом искал идем чуть агрессивно не даем сильно приманки замедляться болену вышла же вот идет идет давай 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 не хочет резка местами уже уходит водоем потихоньку начинает открываться появляется все больше и больше окон чтобы ловить да видно что здесь не ступает нога рыболово видно видно и до коряги теперь вдоль коряжки пройдем уже никого сбиваются игра так как течение течение заметно моё из одно из самых любимых мест прошу раз взяла щука примерно с под того куста такая килограмма полтора почти я аж дернулся думал поклевка зачем же так пугать вот прошу раз она не захотела брать хорошая такая жирненькая килошечка даже на на побольше где-то в районе килограмма за килограммчик хорошая хорошая щучка на яркий все как обычно все как стандартно тушу надо дать это кило 100 такая его 200 вряд ли в ней наверное нет видно такая увесистая упитанная скорее всего уже икра появляется ух хорошая щучка с какого раз два со второго заброса до получается я взял хорошую хорошую и на яркий но нет заглота обратите внимание заглота нет тройничок ворту все буквально тройничок да хорошая увесистая щука так но сработал красный яркий интересный джеркбейт ручной работы но я даже не докидал сейчас закидаем еще она здесь не одно таких местах концентрация рыбы очень плотно вот они подрастают до определенного размера друг друга скушать не могут просто гоняют по водоема мелочь все выедают поэтому периодически таких щук отсюда забираю так ну продолжим идеале конечно попасть вот вот этот вот выходом как раз течение не попал оно огибает дерево и выходит вдоль этого моего берега вот надо как-то попал там должно что-то тоже стоять в угол обязательно надо аж туда как-то попасть там трава чуть-чуть понятное дело розик ух опасно возле дерева возле веток вот еще одна х я жарю этом концентрация должна быть хорошим ну это поменьше это это поменьше это мы отпустим это сто процентов злая поменьше и уже тройник во рту то есть вот так вот она злится атаковала вдогоночку за задний тройничок хорошим щука хорошим сейчас отпущу вот такие вот классные работы от мастера александра единственная не взял плоскогубчики сейчас будем как-то мучиться тебя отцеплять как говорится старым дедовским способом скидываем дружку тебя пока держим в воде берем палочку небольшую большую нам не надо и отцепляем сейчас отцеплю волнышки же ничего там не повредить так долго я с ним учился но так у меня не получилось ее нормально отцепить там даже бы плоскогубчики не помогли почему потому что один одно жало на крючке разорвало ей жабру все-таки при подсечкой когда дернула нам мелкая он залез я что-то в горло вот и 2 попал где-то между глаз все-таки там голову короче без вариантов я обычно таких щук отпускаю но пришлось забрать я ее отцепил с ним много крови было поэтому жить она точно не будет так я обвалил пока только вот эту вот часть мне все-таки хочется еще все-таки попасть но опять же видите смотрите течение выходит там вот под деревом между кустом идет сюда а там образуется обратка у тому же две щуки вот поэтому есть смысл еще туда покидать ее здесь концентрация очень большая и время время как раз полгода вот она активизируется я даже точно не знаю сколько времени до 12 13 пожалуйста ровно полдень сейчас все эти поклевки опять же в мелком водоеме на яркий цвет красиво положил через кустик его только скинь листик нет с листиком отцепился с листиком все-таки слышу не играет так ну не знаю увидите вы на видео или нет мелкий мелкий начался дождь щука проклюнула четко перед капельками дождика это хорошая новость солнце начинает набирать активность и щука уже начинает клевать перед дождем потом позже она начнет клевать во время дождя и после дождя но солнце должно набрать немного больше активность так я на этом рыбалку заканчиваем меня поджимает время плюс начал дождик моросить вот щука скорее всего уже отключится так как низковатое все-таки активность солнца ну как вы видите мелкая щука активно более крупная щука пока не активно поэтому ждем подходящих условий и вырываемся еще на рыбалку спасибо всем за просмотр